Первый одноименный театральный фестиваль прошел на Самарской земле четверть века назад. Тогда это планировалось как некая творческая встреча с коллегами со всего Поволжья. Но заинтересовались театралы и из Москвы, и других городов страны. Все театралы встречались на теплоходе «Багратион», что было довольно-таки необычно для тех времен, и в совокупности с невероятной дружеской обстановкой заставляло всех участников с нетерпением ждать начала следующего фестиваля. Теплоход «Багратион» – да это чудо какое-то было просто. И мы там все вместе, да, совершенно верно, все при том. И Зиновен Яковлевич Карагодский, который как раз тоже здесь был, и Калиш, Виктор Яковлевич, Адольфия Шапира, ну все-все-все жили, все мэтры были здесь. Жизнь такая была творческая очень, она бурлила, и самое главное, что все стремились за свой счет, прежде всего, приехать именно сюда, попасть. Возродить ту далекую теплую атмосферу и организовать встречу добрых друзей из театров разных городов решено в этом году. Именно в год театра в России. Традиционный фестиваль «Золотая репка» пройдет с 15 по 20 сентября. На этот раз свои постановки покажут театры не только из России, но и из Дании, и Франции. Самарцы увидят три разных взгляда на любимый публикой роман двух юных сердец – Ромео и Джульетты. Эта пьеса до сих пор заставляет нас обращать на нее внимание и ходить на это название, смотреть, что мы там пытаемся разгадать, что мы там пытаемся увидеть. И, видимо, не разгадываем, и не находим, и не видим, и поэтому пытаемся все снова и снова это делать. В программе фестиваля не только спектакли, но и лекции, конкурсы, и мастер-классы, а также праздничное открытие монумента «Золотая репка». Мария Левина, Григорий Плешаков. События.